Добрый день, дорогие друзья! В эфире «Простые числа» с небольшим политико-экономическим обзором наиболее значимых новостей уходящей недели. Вот какие новости традиционно затмевают в России всю информационную повестку? Перед какими новостными сюжетами меркнет и налет беспилотников на российскую столицу, и Перевранка Пригожина со всей российской властью? Ну, конечно же, американский государственный долг, в который тяжелый гирей висит на хлипкой шее дядюшки Сэма, приближая его неизбежную кончину. Вот примерно так ситуацию с американским долгом традиционно описывают российские СМИ, ну а в этот раз поводом обратиться к этой теме стало достижение этим американским долгом отметки в 31,4 трлн долларов. Это потолок американского госдолга, выше которого заимствования США не могут быть увеличены без специального решения американских властей. Этот потолок был установлен всего лишь в 2021 году, и вот уже опять Америке приходится запускать процедуру по преодолению этого установленного бухгалтерского барьера. Ситуацию усугубляли комментарии высших чиновников из американского правительства. Так, глава американского Минфина Джанет Йеллен сказала, что если решение с потолком американского госдолга не будет принято, то деньги в бюджете кончатся уже 1 июня. Не будет средств для начисления социальных пособий, финансирования программы медицинского страхования, казначейство не сможет обслуживать госдолг США, а значит все держатели американских облигаций столкнутся с проблемой их обесценения, в случае если дефолт в Америке все-таки случится. А тем временем на обслуживание госдолга Америка тратит 8% своего бюджета. В прошлом году на эти цели было израсходовано 400 миллиардов долларов, а в этом году из-за роста процентных ставок показатель вырастет до 700 миллиардов долларов. Агентство Moody's добавило также свои 5 копеек, заявив, что если дефолт в Америке все-таки случится, то ВВП США сократится на 4%, 6 миллионов человек потеряют работу, а страна получит экономический кризис с размерными событиями 2008 года. Ну и естественно, большой удар будет нанесен по мировой экономике, поскольку дефолт США приведет к обесценению американских долговых обязательств, а в них номинировано 60% международных резервов современных государств в разных частях света. Ну в общем, долго нас держали в напряжении, две недели, сохранялась интрига, поднимут, планку госдолга не поднимут, будет дефолт не будет. Это такой старинный обычай, который по законам жанра, по голливудским законам должен поддерживать интерес и концентрировать внимание общественности на, на самом деле, второстепенных вопросах. Не на вопросах классовой борьбы, не на вопросах социального неравенства, не на вопросах войны кризисов, а на вопросе о том, чем же закончатся переговоры двух ключевых американских партий, республиканской и демократической. Этот спектакль продолжается с 1939 года, тогда в первый раз была установлена планка американского госдолга, кстати, лишь на отметке в 45 миллиардов долларов, совершенно ничтожных по нынешним временам. С тех пор эта отметка выросла в 70 раз, а саму отметку поднимали более 100 раз потолок этого самого госдолга. Ну и каждый раз возникала какая-то интрига. Правда, в этой ситуации в 1923 году обстоятельства были чуть более сложными, поскольку повышение потолка государственного долга сопровождалось такой проблемой, как рост инфляции в американской экономике. В июне 2022 года инфляция достигла небывалых за много десятилетий значений в 9%, хотя буквально весной 2020 года инфляция находилась на уровне в 0,3%. Но, тем не менее, 3 июня президент США Байден подписал принятый ранее Конгрессом закон, который приостанавливает действия лимита по госдолгу до 1 января 2025 года. Фактически, американское государство не подняло потолок госдолга, а вообще сняло ограничения на 2 года по этому показателю. Такое уже было в 2018 году, так что это не новая практика для американской экономики. То есть, фактически, можно сказать, что теперь ограничений по наращиванию госдолга у Байдена нет в принципе, но не совсем так, поскольку в результате переговоров демократов с консерваторами было принято компромиссное решение отменить потолок по госдолгу, но при этом снизить ряд бюджетных трат на внутренних программах США. В частности, сократить социальные расходы. Ну, например, новые условия накладывают более жесткие требования к пожилым американцам, которые имеют право получать продовольственные талоны от государства. Кроме того, подписанный Байденом документ предусматривает возврат в бюджет 30 миллиардов долларов, оставшихся от пандемии. То есть, эти деньги тоже будут сэкономлены. Кроме того, установлено ограничение на рост военных расходов в США. Они все равно будут расти, но не таким темпом, как раньше, а не более чем на 3% в год. Таким образом, с нынешних 877 миллиардов долларов военные расходы в 2024 году в США вырастут до 886 миллиардов, а в 2025 году до 895. Если учитывать текущий уровень инфляции, то в реальном выражении военные расходы даже снизятся к 2025 году. Но если Федеральной резервной системе удастся довольно жесткой монетарной политикой сократить уровень инфляции в стране, то военные расходы продолжат расти. Кстати, надо заметить, что все эти ограничения, в том числе в плане военных расходов, не касаются помощи Украине. Здесь Республиканская демократическая партия демонстрирует редкое единодушие, считая необходимым поддерживать украинскую власть в любом случае, поставлять ей оружие, финансовую, материальную, гуманитарную помощь при любых обстоятельствах. Указанные выше методы позволят сэкономить американскому бюджету 130 миллиардов долларов в год, совсем небольшая величина. Ну и важно заметить, что даже в этом случае, в решении американского государства, есть такая лазейка, которая позволяет уже со 2 января 2025 года, после завершения действия данного соглашения, вновь поднять потолок госдолга для выполнения обязательств, выпущенных в период приостановления. То есть Америка продолжит наращивать свой долг, несмотря на то, что понятие потолка отменено, и вроде бы как Байдена заставили чуть-чуть сэкономить. Тем не менее, Байден, конечно, в этом политическом противостоянии одержал победу, но он не мог ее не одержать, поскольку дефолт был бы невыгоден всему американскому эстеблишменту, всему американскому правящему классу. И дело шло лишь о том, чтобы ослабить политические позиции Байдена перед выборами, не дать ему возможность нарастить госрасходы и тем самым привлечь к себе симпатии избирателей. Но тем не менее, Байден победил, он получит возможность потратить, по сути, дополнительные 4 триллиона долларов в течение ближайших двух лет. Это, само собой, насытит фондовые рынки дополнительной ликвидностью, приведет к разрастанию финансовых пузырей, позволит обогатиться биржевым спекулянтам. Ну а кроме того, теперь вопрос о повышении госдолга будет перенесен с выборного 2024 года, когда пройдут президентские выборы в США, на 2025 год. То есть эта проблема перейдет по наследству уже к новому президенту и тем самым консервативная партия не сможет использовать аргумент роста госдолга в дебатах политических, в политическом противостоянии с кандидатом от демократической партии в ходе президентской гонки, которая начнется совсем скоро. Пожалуй, единственной победой консерваторов, хотя на самом деле это победа всего американского правящего класса, это решение сократить бюджетные расходы без параллельного повышения налогов для самых богатых. В этом смысле интересы всего правящего класса соблюдены и никто из эстеблишмента не пострадает, зато американский госдолг вырастет до уже фактически 35 триллионов долларов. Хочу заметить, что доходная часть американского бюджета это всего лишь 4,5 триллиона долларов, при том, что объем долга уже таков, что, конечно, вернуть его государству не представляется возможным. И это дает основание некоторым комментаторам в нашей стране, в частности, небезызвестной Марии Захаровой из МИДа, заявлять, что банкроты хотят напечатать еще денег, увеличить себе кредит и остаться при этом в лидерах. Анекдот написала Захарова в своем телеграм-канале. Ну, насчет анекдота, интересно, кто в конечном счете остается в дураках, ведь на самом деле никто и не скрывает, что американский госдолг это пирамида, вернуть этот долг невозможно, просто физически невозможно. Однако бенефициаром этой пирамиды являются ее организаторы, ее владельцы, американская экономика, которая позволяет с помощью системы господства американского доллара вступать в отношение неэквивалентного обмена с остальным миром и извлекает так называемую империалистическую ренту, вступая в торговые, инвестиционные и иные формы экономических отношений с периферией мировой экономики. Понять эту систему позволяет трудовая теория стоимости, которая гласит, что стоимость создается человеческим трудом, а распределяется по силе капитала. Финансовый сектор не создает новой стоимости, эмиссия доллара не повышает качество жизни людей, не создает новых благ, то есть стоимости новый не формирует. Однако финансовые отношения позволяют перераспределять стоимость в пользу эмитента валюты. То есть здесь мы можем утверждать, что стоимость создается трудом, а распределяется по силе капитала. В этом случае страна, обладающая большим капиталом, перетягивает на себя часть стоимости, созданной на периферии мировой экономики трудом бедных стран, трудом стран, основывающих свою экономику на эксплуатации дешевых природных ресурсов, либо дешевой рабочей силы. Ну, чтобы описать всю эту ситуацию, сначала нужно немножко уйти в сторону от самого, собственно, американского государства и посмотреть на всю американскую экономику в целом. Обратите внимание на диаграмму. Она показывает динамику торгового баланса Соединенных Штатов Америки за предшествующие почти 50 лет. Мы можем заметить, что Америка уже много десятилетий живет в условиях хронического торгового дефицита. То есть, в международных экономических отношениях она получает больше, чем отдает замен. Что же экспортирует американская экономика? Американская экономика экспортирует товары, ну, примерно так, на 2 триллиона долларов в год. И это преимущественно, кстати, интересно, сырьевые товары. Это топливо, сырая нефть, сжиженный природный газ, но еще и есть высокотехнологичные товары, легковые автомобили, гражданская авиация. При этом импорт Соединенных Штатов сплошь состоит из высокотехнологичной продукции. Машины, оборудование, электроника, транспортные средства, фармацевтика, медицинское оборудование. Есть, правда, и полезные ископаемые, топливо и нефть. Ну, то есть, в конечном счете, объем экспорта всегда оказывается меньше, чем импорт. И таким образом формируется долг всей американской экономики, который составляет ни много ни мало 96 триллионов долларов. Он необходим для того, чтобы покрывать разницу между экспортом и импортом. В этом случае эти 96 триллионов долларов представляют собой сумму частного и государственного долга. На государство из этих 96 триллионов долларов приходится примерно треть. 31 триллион долларов, значит, 65 процентов. Значит, две трети этого долга или 65 миллиардов. Это долг частный, долг американских домохозяйств, банков и компаний. Они нужны для того, чтобы покрыть торговый баланс, дефицит торгового баланса, который превышает отметку в 1 триллион долларов. И постоянно растет, особенно в условиях кризисов, в условиях санкций, в условиях экономических дисбалансов, противостоянии крупнейших национальных экономик в международной политэкономической протекционистской борьбе на обслуживание интересов национального капитала нужные деньги, где их взять, как только не заимствовать на международных рынках. Если вся американская экономика живет в условиях торгового дефицита и наращивает долг, значит, точно так же будет жить и государство. Обратите внимание на диаграмму. Американское государство годами живет в условиях постоянного дефицита бюджета. Последний раз бюджет был профицитен лишь в 2001 году. Ну а в 2022 году дефицит бюджета составил 1,4 триллиона долларов. Это разница между доходами бюджета в 4,9 триллиона и расходами в 6,3 триллиона. Таким образом, дефицит достиг почти рекордной отметки в 1,4 триллиона и будет покрыт, и был покрыт, и в дальнейшем будет покрываться за счет наращивания государственного долга. На какие же цели идут эти расходы, покрываемые выпуском долговых обязательств? Это еще начиная с войны с терроризмом в начале 2000-х, повышение военных расходов. Кризис 2008 года, когда одним только банком ликвидности выделили на 16 триллионов долларов для спасения их от коллапса. Это и развитие протекционистских мер в условиях доглобализации, это и помощь населению и фирмам при ковиде, это и помощь Украине в условиях специальной военной операции и множество других мер, которые заставляют американское государство наращивать собственные бюджетные расходы. Какие еще расходы являются ключевыми для американского правительства? Это механизмы социального обеспечения, здравоохранение, разные формы помощи людям в тяжелой жизненной ситуации, это и расходы на образование, и обратить внимание на диаграмму, 475 миллиардов долларов идет на обслуживание долга, 8% всей долговой нагрузки на американскую экономику. Таким образом, в условиях растущего дефицита, само собой, будет расти американский долг, и особенно быстро этот показатель стал расти после начала реформ Рейгана. Реформа Рейгана, переход к как называемому неолиберализму, специфическому этапу в развитии современного капитализма, ознаменовал собой переход всего американского системного цикла накопления капитала, такого американского этапа в развитии современного капитализма, на стадию, на ступень финансовой экспансии. До этого десятилетия американская экономика находилась в условиях производственной промышленной экспансии, но параллельно с этим, по законам, выявленным еще Марксом, его труде капитал, падала в Америке норма прибыли. Ее падение привело к тому, что американская экономика далее не могла разбиваться в прежних условиях, и нашла выход из сложившейся ситуации. Падение нормы прибыли было компенсировано за счет финансиализации экономики, за счет переноса производств в регионы с низкой оплатой труда. Параллельно с этим рос американский долг, который сегодня является самым большим в мире, 31 трлн долларов. Для сравнения, госдолг Великобритании на конец 2022 года составлял примерно 3 трлн долларов. А госдолг Китая, соразмерный с Америкой экономики, составил всего лишь 2,5 трлн долларов. По отношению госдолга к ВВП, ситуация для Америки выглядит чуть более благоприятно. Да, значение довольно большое, 123% ВВП составляет государственный долг, однако есть страны, где значение бывает и повыше. Например, в Японии на конец 2022 года госдолг к ВВП относился как 227%. В Греции 175% занимал госдолг ВВП страны. В Италии отношение равно 134%, в Испании 143%. И в целом надо заметить, что американский долг рос неравномерно. Можно заметить, как он стал стремительно возрастать в 2008 году. Вырос на 11%, в 2009 на 19% все последствия мирового кризиса, который американская экономика компенсировала за счет наращивания долга. В пандемийный 2020-2022 год американский долг вырос почти на четверть. И нетрудно догадаться, что каждый раз наращивание американского долга связано с выпуском в оборот новых долговых инструментов американских облигаций, известных трежерис, облигаций американского казначейства, которые приобретают разные покупатели. Вот какие покупатели, обратите внимание на слайд, на нем представлена структура держателей американских казначейских облигаций в процентах. И можно заметить, что только одна треть этих облигаций, это серый кусочек столбиков, представленных на диаграмме, находится в собственности иностранных инвесторов. То есть только треть американского госдолга является долгом внешним. В то время как две трети этого долга, или 67%, являются долгом внутренним. То есть это долг перед частными инвесторами в Соединенных Штатах, пенсионными фондами, домохозяйствами и, что самое главное, федеральной резервной системой, то есть Центральным банком Соединенных Штатов. Ну, кроме того, надо заметить, что доля иностранцев все время падает. Падает по двум причинам. Во-первых, потому что американская, вообще вся мировая экономика находится в условиях деглобализации, и фактически в ней наблюдаются процессы снижения доверия к мировым резервным валютам, концентрация национальных регуляторов на диверсификацию валютных накоплений. Мы видим, как Россия, например, отказалась от покупки американских долговых бумаг. В целом немножко падает роль американского доллара в международных резервах, хотя остается довольно высокой. Кроме того, уменьшение высоты серых столбиков происходит параллельно с увеличением высоты синих столбиков, которые отражают долю американских казначейских облигаций, которые находятся на счетах Федеральной резервной системы. Фактически высота синих столбиков показывает, сколько денег брошено в оборот американской ФРС в ответ на покупку долговых обязательств американского правительства. То есть Федеральная резервная система скупает долги американского правительства, а взамен выпускает на рынок необеспеченные доллары, что и приводит к одной занимательной закономерности, которая заключается в том, что в процессе дополнительной эмиссии американского доллара снижается покупательная способность американского доллара. Это означает, что фактически Соединенные Штаты возлагают такой дополнительный налог на всех участников международной долларовой системы, на все те страны, все те компании, все те домохозяйства, которые используют американский доллар в качестве своей резервной валюты, валюты платежа. Можно обратить внимание на этот любопытный график с сайта Федеральной резервной системы. В ней показано падение покупательной способности американского доллара за последнее столетие. Из этого графика можно обнаружить, что буквально за 100 лет индекс покупательной способности американского доллара упал с отметки в 100 до отметки в 3. То есть фактически в 30 раз сократилась покупательная способность американского доллара За то время, пока Соединенные Штаты занимаются необеспеченной эмиссией своей валюты. Ну, правда, стоит заметить, что покупательная способность падает, но при этом эмиссия доллара растет. То есть, как бы в целом, позиция доллара в мировой экономике остается почти непоколебимой. Говорю почти, потому что все-таки в структуре международных резервов государств роль американского доллара постепенно сокращается. Как видно из данной диаграммы, в 1999 году доллар занимал 70% международных резервов государств. То есть, например, резервы российского центрального банка тоже были номинированы в долларах, и в евро, и в иенах, и в других валютах. Доллар занимал значительную долю в них, но потом от доллара постепенно Россия отказывалась, как и некоторые другие страны, замещая доллар, например, евро или юанем. И, как следствие, доля доллара в резервах сократилась с 70% до 60% с 1999 по 2021 год. Ну, а потом события 2022 года, казалось бы, должны были полностью лишить доллар всякого доверия со стороны международных инвесторов, заставить их отказаться от использования этой валюты в силу такого неаккуратного финансового поведения американского регулятора, который может взять, наложить санкции, заморозить, отнять и, вообще говоря, обескровить резервы страны, изымая накопленные долларовые активы. Но нет, роль доллара в мировой экономике, как резервной валюты, сократилась всего на 1,5% и сегодня находится на отметке в 58,5%. Вот такую долю занимает доллар. При этом стоит заметить, что ни одна другая валюта, по сути, доллары не вытеснила. Немножко выросла доля евро, незначительно увеличилась доля прочих валют, ну и параллельно, очень медленно, но все же последовательно растет значение юаня как международной резервной валюты, но пока еще остается на незначительном уровне. С 1,5% до 3% роль юаня в международных накоплениях выросла за последние пару лет, что, конечно, не позволяет нам сегодня говорить о юанне как о будущей замене американского доллара, по крайней мере, в обозримой перспективе. Стоит заметить, что в этом контексте дефолт американской экономики не грозит. В принципе, не грозит, потому что весь ее долг, по сути, является внутренним. Да, есть одна треть бумаг, которые купили иностранцы, но эти бумаги номинированы в американской же валюте. Таким образом, так как Россия не может испытать дефолт в рублях, поскольку рублей этих может напечатать сколько угодно, так и американская экономика, по сути, может решить проблему дефолта раз и навсегда и уже решила запуском печатного станка. Поэтому, чтобы в Америке случился дефолт, прежде ему должен предшествовать глубокий экономический кризис, который перекроит всю мировую экономическую систему и заставит общество отказаться от доллара как от мировой резервной валюты. После этого, конечно, Америка не сможет далее продавать свои долговые обязательства, а дальнейший запуск печатного станка сконцентрирует оставшиеся доллары внутри страны. То есть, если другие страны не будут использовать доллар как средство платежа в международных транзакциях, не будут продавать Америке товары на их напечатанные доллары, растущая долларовая масса будет накапливаться внутри Соединенных Штатов, провоцировать инфляцию, и таким образом не позволит решить проблему избыточных накоплений. При этом стоит заметить, что, конечно, говорить об этом преждевременно доллар был и остается гегемоном в мировой валютной системе. И в первую очередь потому, что, несмотря на все манипуляции и все злоупотребления со стороны США, доллар, пожалуй, успешнее остальных выполняет главную функцию валюты — сохранение стоимости. Да, как я уже сказал, доллар в 30 раз обесценился за 10 лет, за 100 лет. Но за это же время распадались империи, происходили глубокие экономические кризисы, исчезали и появлялись новые валюты. А доллар как был, так и остается, и только усиливают свою роль господствующей мировой валюты. В первую очередь, почему? Потому что за ним стоит сила американской экономики, уверенность в том, что американские регуляторы будут поддерживать жизнеспособность этой финансовой пирамиды. Ну а поддерживать ее можно, в первую очередь, за счет, во-первых, контроля над эмиссией дополнительных долларов, а во-вторых, за счет применения американских вооруженных сил по всему миру, там, где экономическому господству США будет брошен вызов. Таким образом, мы видим, что Америка не просто так имеет самые большие военные бюджеты. Это позволяет во многом поддерживать стабильность и устойчивость мировой долларовой системы и через нее перераспределять стоимость от одной части света в пользу гегемона мировой экономики. Это что касается долга для американцев. Для них долг, конечно, не является проблемой. Наоборот, это важный инструмент неэквивалентного обмена, который позволяет эксплуатировать периферию и перераспределять стоимость от одной части света к другой. Но что же бедные страны? Для них госдолг является действительно проблемой, поскольку международные заимствования, как уже сказал, это один из инструментов непаритетного, неэквивалентного обмена в современной экономике. И результат этих отношений зависит от места страны в международном разделении труда. Для стран-центра мировой экономики, это, кстати, относится не только к США, но еще и отчасти к Европейскому Союзу, долг является источником развития. А вот для периферии становится причиной консервации их отсталости. При этом надо заметить, что не у всех стран периферии велик внешний долг. Много стран экспортоориентированных, таких как Россия, Бразилия, Саудовская Аравия, Китай. У них внешнего долга особенно нет, потому что у них имеется обратная проблема. Переизбыток экспортной выручки, от которой надо непременно избавиться, вывести за границу, сложить в зарубежные банки, чтобы не дать укрепиться национальной валюте и не потерять преимущество внешней торговли. Ну, по крайней мере, до 2022 года Россия всячески избавлялась от иностранной валюты, выводя ее за рубеж, и в этой ситуации накапливать внешний долг, да еще и в долларах, было бы делом совершенно абсурдным, это было никому не нужно. Однако есть страны, не наделенные каким-то избыточным фактором производства, природными ресурсами, дешевой рабочей силой, и вот как раз они сталкиваются с проблемой большого внешнего долга, в силу того, что их импорт превышает объемы экспортных доходов. Это много разных стран относятся к такой категории, это и Монголия, и Ливан, Грузия, Киргизия, Армения, Казахстан, Украина. Много стран-периферии являются нет-импортерами, имеют отрицательные значения по финансовому счету и, как следствие, вынуждены прибегать к иностранным займам. И такая ситуация формирует для них целый ряд макроэкономических рисков. Во-первых, в этой ситуации периферийная страна-импортер вынуждена привлекать заем в той валюте, которую примет продавец. Ну, как правило, это доллары и евро. И таким образом, обслуживать долг также приходится в валюте кредитора. Размер выплат в таком случае зависит от курса старшей валюты. Если старшая валюта укрепляется, то нагрузка по обслуживанию этого долга растет. Во-вторых, большие проблемы вызывают плавающие процентные ставки по внешнему долгу. 70% международного кредита номинировано в плавающих процентных ставках. Плавающие процентные ставки делают экономику страны зависимой от ставки процента на международных финансовых рынках. Например, от лондонской межбанковской ставки или первичной ставки в Соединенных Штатах. В такую ловушку процентных ставок попал целый ряд экономик в 1982 году. Тогда кризис был назван кризисом неплатежей. Больше всего от него пострадали Мексика, Бразилия и Аргентина, которая даже объявила дефолт. Тогда Соединенные Штаты в рамках неолиберального курса Рейгана перешли к более жесткой денежной политике для борьбы с инфляцией. И процентные ставки в США резко выросли. А вместе с ними и проценты по внешнему долгу стран периферии. Третья проблема для бедных стран – это повышение реальных процентных ставок над ростом ВВП. Как правило, процентные ставки на долговые бумаги периферии высокие из-за высокого риска, а на бумаги стран-центра, наоборот, низкие. И если темп роста ВВП страны оказывается меньше, чем уровень процентной ставки по внешнему долгу, все большая часть национального дохода будет уходить на обслуживание займов. А условия экономического роста будут ухудшаться от года к году. Проблема номер четыре и, пожалуй, одна из самых главных проблем – это ограничение экономического и политического суверенитета должника, который, принимая долг, как правило, и очень часто, обращаясь в международные финансовые институты, обязан соблюдать набор правил и рекомендаций, под которые выдается очередной внешний займ. Очень часто финансовая помощь МВФ и Всемирного банка сопровождается выполнением традиционных неолиберальных рецептов в рамках Вашингтонского консенсуса. Обеспечение свободы передвижения капиталов, либерализация внешней торговли, приватизация, минимизация правительственных расходов на социальные программы, отказ от защиты окружающей среды, сокращение пособий и пенсий, ограничение прав трудящихся, усиление налогового давления на бедных и тому подобное. Очень хорошим примером здесь является Украина. Выполнение такого рода мер, такого рода правил, еще в 90-е, а затем и в 2000-е годы, привело к тому, что в обмен на помощь со стороны международных финансовых институтов, Украина была вынуждена пойти по пути массовой приватизации, в том числе приватизации земель. В результате под контролем иностранных корпораций оказалось около четверти плодородных почв Украины, и далее ситуация будет усугубляться по мере того, как Украина во все большей степени будет погружаться в долговую зависимость от западного мира. Кстати, на эту тему совсем скоро, в июне этого года, на канале «Простые числа» выйдет ролик, который расскажет о проблемах украинской экономики в условиях давления западных капиталов, которые навязывают украинскому регулятору такие условия хозяйствования, при которых страна, во-первых, полностью лишается экономического суверенитета, а с другой стороны, во все большей степени включается в отношении неэквивалентного обмена, расплачиваясь за эти кредиты самым ценным ресурсом, который есть у Украины и украинцев, украинской плодородной почвой. Ролик выйдет в ближайшее время, не пропустите. Ну а ссылки на материалы этого выпуска, как всегда, будут указаны в описании под роликом. Всего вам доброго!